Я приветствую всех, всех, кто присоединился к нам в этой трансляции, все, кто решили стать частью этого богослужения, и это очень здорово. Пусть Бог благословит каждого из вас в это особенное-особенное время. Эту проповедь я назвал «Три причины, чтобы доверять Богу». Я думаю, что причин на самом деле намного больше, но хочется выделить что-то основное, чтобы запомнилось, потому что я вижу, насколько дьявол атакует наше доверие Богу. Но, а если нет доверия, а если нет веры, то Писание говорит, невозможно угодить Богу, просто невозможно, немыслимо, ты можешь делать все, что угодно, ты можешь принести просто все свое имущество даже в жертву, как написано, но если этой любви нет, если вот этого доверия, открытости перед Богом нет, то все равно что-то не так, все равно что-то пресно, что-то не так происходит. И дьявол это знает. Насколько Бог всегда мечтал, чтобы вселиться в человека, и чтобы ходить в нем, жить в нем, чтобы иметь эту особенную близость, как двое становятся одной плотью, чтобы он всегда мечтал, чтобы стать с нами чем-то одним. И я уверен, что он продолжает об этом мечтать, я уверен, что Иисус об этом ходатайствует за каждого из нас. Я думаю, что по этой причине приходят разные испытания, трудности, через которые мы призваны стать все ближе и ближе к Богу нашему. Поэтому сегодня об этом проповедь. И, конечно, вы слышали, что произошло с Иовом. Вообще, эта книга, конечно, удивительная. Говорят, что она была написана еще до книги «Бытие». И не знаю, так это или нет, но эта книга вообще посвящена одному человеку. Только вдуматься, нет больше подобной книги такой. Эта книга посвящена одному человеку. Нет, конечно, потом есть еще четыре Евангелия, каждая из которых, это четыре книги, которые посвящены Иисусу Христу. Но вот эта книга, она, конечно, выделяется из всех книг Ветхого Завета, потому что она посвящена всего одному человеку. И когда мы учитываем, как много событий было в Ветхом Завете, как много судей праздных, как много переживаний и хороших, и плохих, важных, и не так важных, и когда мы, учитывая все это, видим, что целая книга посвящена одному человеку, я думаю, стоит обратить на это внимание и более пристально посмотреть, а что же особенного там происходило, а что же особенного Бог хочет сказать нам через эту книгу, книга Иова. Она начинается, прям, я бы сказал, подчеркнуто с того, что Бог дает характеристику этому человеку. Обратите внимание, самая первая глава, самый первый стих. «И был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Я думаю, многие из нас захотели бы иметь такую характеристику от Бога, но, кстати, у меня сразу вопрос. Интересно, а хотели бы вы, чтобы Бог что-то добавил еще о вас, если бы Он дал вам примерно такую характеристику, достаточно ли этого было для вас? Или вы здесь чего-то не находите, чего бы хотели услышать о себе, о своих взаимоотношениях с Богом? Ну, это так, вопрос, который вы можете ответить потом, наверное, в течение того, как будете слушать это слово. И несмотря на то, что Иов получил такую высокую оценку от Бога, несмотря на то, что он был непорочен и справедлив, и не было в нем никакого греха, в его жизнь приходят страдания. И мы видим, что эти страдания, они просто невероятные. Не знаю, возможно ли кому-то другому было вынести вообще такие испытания, такие страдания. В один день он теряет абсолютно все. Все дорогое, что у него было. Он теряет свою семью, его дети погибают. Десять человек, семь сыновей и три дочери. В один раз он теряет все свое имущество, он теряет свой бизнес, и, наконец, он теряет свое здоровье. И в этих невероятных испытаниях все-таки мы видим, как Иов поклоняется Богу, не отрекается от Него, и проходит с достоинством это испытание. И мы видим, как в результате Бог благословляет его и вворачивает ему абсолютно все, да еще в два раза больше, чем было. Я думаю, конечно, мы впечатляемся этой историей, мы смотрим на Иова и рады за то, что все-таки конец был такой замечательный, и Бог ему вернул, да еще вдвое, все его имущество, богатство, и у него родились дети прекрасные, о которых написано красивее, этих девочек не было на земле всей. Мы рады за Иова, но где-то, я думаю, возникает вопрос, неужели для того, чтобы просто его еще больше благословить, нужно было допустить такие невероятные страдания? Я думаю, что многие из вас согласятся, что мы бы, наверное, сказали, Господи, вот то, что у меня есть, мне достаточно. Давай остановимся на том, что у меня есть. Мне не надо больше, мне не надо в два раза больше, еще как-то больше, у меня все нормально. Только бы не произошло со мной то, что происходило с Иовом. И где-то внутри вот эти опасения, они могут жить. Послушайте, давайте внимательно посмотрим на то, что сказал Иов. Итак, это первая его речь, после того, как он потерял абсолютно все, что у него было, он начинает говорить, и вся его речь состоит из того, что он проклинает свой день, в котором родился. Он говорит, как все это ужасно, как это все плохо, как его все это постигло несчастье. Он говорит, и говорит, что он, говорит, что он позавидовал бы вообще тем, кто и не родился, или кто бы умер лучше в младенчестве, и тогда не видел бы всего этого горя, страдания. И вот когда он заканчивает эту панихиду, он в результате говорит, я думаю, саму суть, самое главное, то, что было в его сердце в это время. Иов 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». И мы видим, как Иов достает из сердца то, я думаю, чего никто не видел. Вряд ли кто-то из тех, кто знал его, мог бы предположить, что Иов, имея весь этот успех, все это богатство, написано, что он был самый знаменитый человек на всем Востоке. У него были огромные имения, огромное владение, огромная власть. И при всем этом, первое, что он говорит, «Чего я ужасался?» То есть от одной мысли, от того, что это может произойти в моей жизни, я приходил в ужас, чего я боялся. Только бы этого со мной не произошло, то и произошло. И я лично думаю, что большое желание Бога, который видит в сердца наши, было освободить, было в том, чтобы освободить Иова от всех страхов, чтобы быть ему свободным. И вы можете подумать, интересно, что надо человеку, чтобы быть свободным от страхов? Интересно, какие условия нужно создать, чтобы человек не боялся? Нам иногда кажется, что нам бы защиту побольше, и вообще, если бы Бог защитил нас со всех сторон, то тогда, наверное, нам нечего было бы бояться, и мы просим, Бог защити, и мы желаем, чтобы мы были защищены, но глядя, например, Иова, я не вижу, что это помогло ему. Когда я смотрю на Иова, он, имея абсолютно все, он, имея всю защиту Бога, а вы помните, что сказал даже сатана, когда разговаривал с Богом о Иове? Послушайте, Иов, первая глава, девятый и десятый стихи. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром Бога боязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Обратите внимание, Божья, реальная Божья защита была на этом человеке, и на всем, что у него, но при всем этом, он оставался в страхах. Он жил в этих страхах, он переживал. И все это внешнее, вся эта внешняя защита, она не помогла ему справиться с теми внутренними страхами, которые у него были. И вот он все теряет. И вот он в один день все теряет. Все, на что он мог рассчитывать, все, на что он мог надеяться, все, что стоило в его понимании защищать, он все это теряет в один день. И больше ничего нет. Приходят его друзья, они сначала просто семь дней сидят рядом с ним, потому что видят, насколько трудно, насколько он больной, насколько он весь в проказе, насколько он страдает и физически, и душевно, все потерял, скорбит о детях, жена его не понимает. Ничего не стало в одно мгновение. Они просто не могут ничего сказать. В течение семи дней они сидят рядом с Иовом и все молчат. И вот Иов начинает говорить. Он начинает говорить, он говорит о том, насколько ему тяжело, он проклинает свой день, и потом друзья его начинают отвечать. Они стараются, они стараются ему помочь, они стараются ему объяснить. И я думаю, что в их объяснениях наконец-то Иов впервые, точно так же, как они впервые, скорее всего, от Иова услышали, что у него там какие-то страхи были, он внешне внушал просто стабильность, устойчивость. Он говорит, наоборот, мои руки были поддержкой кому-то, мои финансы, все, что у меня было, было поддержкой, помощью другим. Все видели в нем просто скалу. Но впервые они видят его, оказывается, он боялся. Точно так же, я думаю, Иов после этих, в кавычках, утешений от своих друзей впервые видит то, что они о нем по-настоящему думают. И они ему говорят, что он вообще-то и лукавый, и вообще-то у него там не все в порядке с честностью, и вообще-то и одно, и другое, и пятое, и десятое, они просто начинают его обвинять. Послушайте, книга Иова, та же, тринадцатая глава теперь, и Иов начинает говорить дальше. Тринадцатая глава, тринадцатый стих. Замолчите передо мною, говорит он своим друзьям, и я буду говорить, чего бы меня не постигло. Все. Теперь он не боится говорить то, что он думает. Теперь он свободен от этих страхов, потому что, ну, нечего терять, по всей видимости, уже. А что может еще с ним приключиться? А что может он еще потерять? А что еще может такого страшного с ним произойти? Я думаю, это первая победа, которая произошла в жизни Иова. И Елефас, который слушал его, один из друзей, он просто возмущается тем, что говорит Иов. И он отвечает ему, да ты отложил и страх, то есть ты вообще страх потерял, по всей видимости, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестье твое настроило так твои уста, что ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я. И твой язык говорит против тебя. Я выборочно читаю здесь. К чему порывает тебя сердце твое? И к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими? Произносишь такие речи. Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиною быть праведным? Я думаю, что мы здесь можем видеть первую победу Иова, когда он освобождается от страхов, а также то неправильное понимание Бога, которое было у его друзей, о чем Бог потом и скажет, что вы не так правильно говорили обо мне, как Иов. Иов говорил в их глазах дерзко, Иов в их глазах был каким-то гордым сейчас, гордо смотрел. Но Иов, прочитайте эту 14 главу, то, что и 13, то, что Иов перед этим говорил, там нет ничего плохого против Бога. Там просто человек начинает говорить то, что думает. Там человек начинает разговаривать с Богом о всех своих опасениях, о всех своих страхах, о всем доверии своем. Он просто честно начинает изливать свою душу Богу. Он говорит, я не хочу быть лицемером. Вот то, что он говорит Богу. Он говорит, ты уничтожил всякую мою надежду. Вот что он говорит Богу. Он говорит, ответь, в чем я согрешил. Он говорит, что я хотел бы судиться с тобою, потому что я не знаю за собой греха. Он показывает свое понимание Бога, и он наконец-то вытаскивает наружу все, что у него было. В результате они разговаривают дальше, друзья его продолжают обвинять его дальше, он защищается, и в итоге Бог начинает обращаться к Иову и задает ему 40 вопросов. 40 вопросов, после которых Иов говорит, я ничтожество вообще. Я не могу больше даже говорить ничего. Бог говорит, давай ответь, который хотел состязаться с Богом и обвинить его в неправильном суде, давай ответь теперь. Он говорит, все, я говорил однажды, даже дважды, все, больше закрываю свои уста, я больше не буду говорить. И Бог продолжает и задает ему еще 17 вопросов. После чего Иов начинает отвечать. И вот послушайте. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я немножко здесь прокомментирую, потому что не сразу понятно, конечно, на том языке, на котором тут было написано. Дело в том, что Иов цитирует то, с чего начал речь Бог, когда стал обращаться к нему в первый раз. И Бог сказал, кто это, значит, такой, который, вот, кто здесь решил поспорить с Богом, как бы. Давайте я в новом переводе прочитаю. Ты спросил, говорит Иов Богу, кто в невежестве замысел мой омрачает? Да, я говорил о том, чего не понимал, о делах для меня чудных, которых я не знал. Выслушал, выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза тебя видят. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Как вы думаете, друзья, а в чем отрекался, а в чем раскаивался Иов? Ведь он был праведным, ведь не было чего-то порочного в нем, и даже сам Бог обратил на это внимание и отметил это. Я думаю, что Иов каялся именно в недоверии Богу. Я думаю, что он каялся, что неправильно его понимал, не мог ему доверять абсолютно все. Я думаю, что он увидел, написано, что он говорит, я слышал о тебе, а теперь вижу. Не знаю, насколько он видел, скорее всего, физически он, конечно, не видел Бога, но чтобы видеть Бога физически невозможно вообще, даже наших глаз не хватит, невозможно Бога объять физически. Я думаю, что он видел его всей внутренностью своей, он ощущал его присутствие, его любовь, вместе с его силой, властью, могуществом, вместе с тем, что он делает то, что никто не может понять, он при этом ощущал, что Бог за него, что Бог видел его в этих обстоятельствах, что он любит Иова в этих обстоятельствах. Я думаю, в этом недоверии, в этом непонимании Бога Иов каялся. Знаете, однажды мы забрались высоко на гору, когда поехали на Алтай с друзьями, и гора была удивительная, высокая, мы поднялись туда и смотрели на все, что нас окружает, просто дух захватывало, это было так красиво, это было просто невероятно, и мы смотрели, и смотрели, казалось бы, просто хочется оставаться на этой горе и смотреть, и смотреть, и смотреть все эти виды, на всю эту красоту. И мне так захотелось поделиться с кем этой красотой. Я стал снимать, я один снимок сделал, я другой снимок сделал, смотрю, не нравится, как-то не так, ну вообще, не то совершенно, ну не впечатляет, даже меня, я вот смотрю, ну понимаю, о чем речь, и не впечатляет. Я делал снимок за снимком, я попробовал сделать видео, я вот так вот провел, 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 ну немножко лучше, все равно не то. И в тот момент я осознал, что этого объектива недостаточно, чтобы показать все, что видит мой глаз. Знаете, что я думаю, увидел Иов? Он понял, что человеческого объектива, человеческого взгляда на Бога никогда не хватит, чтобы описать его таким, какой он есть, чтобы выразить в своем рассказе о нем именно все, что стоило бы сказать о нем. Я думаю, Иов прозрел, что Бог намного больше, чем он может его понять, чем он может объяснить, что его объектива недостаточно. Он может видеть эпизоды, он может видеть какие-то фрагменты о Боге, но вот присутствие Божье здесь. Он закрывает свои уста, и он говорит, «Я вообще ничего не понимаю. Я просто доверяю свою жизнь Тебе. Я каюсь перед Тобой в прахе и пепле, что хоть что-то мог подумать против Тебя и собирался судиться с Тобою. Господи, прости». Итак, Иов покаялся. Аллилуйя. Но я думаю, что теперь нам стоит посмотреть на нашу жизнь и использовать этот пример Иова, потому что наша жизнь порой также подвержена тем же самым страхам, которые жили внутри Иова. И точно так же мы можем бояться потерять детей, точно так же можем бояться потерять работу, особенно в это время, можем бояться потерять бизнес, можем бояться потерять свое здоровье. Мы точно так же можем жить в этих страхах, но Иов служил Богу, Иов как-то старался перед Богом, но при этом, я думаю, мотивом его было, только бы ничего не произошло, только бы ничего не случилось, и Бога не удовлетворяло такое служение ему. Он хотел, чтобы Иов не просто как раб что-то делал, он хотел, чтобы Иов знал его сердце, он хотел, чтобы Иов из любви шел свой путь с Богом. Я уверен, что точно такое же ожидание сегодня у Бога по отношению к нам, к церкви, к Его. Сегодня Его ожидание, чтобы каждый человек мог увидеть Его таким, какой Он есть, полюбить Его, открыть свое сердце полностью для Него, и жить для Него, и служить Ему, не из страхов, что что-то может произойти, и чего-то Он может лишиться, а именно из страстного желания жить с Ним всегда вместе, любить Его и посвящать Ему свою жизнь. Послушайте, то, что говорит, написано в книге Откровения, Иисус, Христос, воскресший из мертвых, когда обращается к церквям, к семи церквям, свое послание, Он начинает к Ефесской церкви, и Он дает ей характеристику, которая, на мой взгляд, покруче, чем характеристика для Иова. И при этом Он указывает на одну деталь, из-за которой Он может сдвинуть светильник. Я уверен, что большинство из вас знакомо с этим словом, но я прочитаю на всякий случай для тех, кто, может быть, не знает. Вот что Иисус сказал к Ефесской церкви. Так говорит Держащий семь звезд, Откровение 2, 1, 5. «Ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мне кажется, характеристика, данная христианам этой церкви, ну, она просто превышает характеристику Иова. Они и терпеть научились, они и трудиться научились для Господа. У них все хорошо было, но одной детали, не было. Они уже не делали это из любви к Богу. Они где-то потеряли это доверие Богу. Возможно, они также старались угодить Ему, лишь бы чего-то не случилось, лишь бы что-то не произошло в моей жизни. Но разве этого хочет Бог? На этой неделе ко мне позвонила сестра Ирина, и она переживала особенную ситуацию в жизни своей, и она поделилась со мной. говорит, сын мой заболел, а сын живет уже с семьей в другом месте. И я знаю, что он заболел, что у него температура, и я ему звоню, он трубку не берет. Я звоню его жене, жена трубку не берет. Я звоню маме его жены, мама трубку не берет. Ирина говорит, и все, у меня паника. Я понимаю все, картинки, фантазия, что-то случилось, сын заболел, на связь не выходит, никто со мной ничего говорить не хочет. О, Боже! И когда, говорит, меня в это понесло, я вдруг вспомнила, от чего я сейчас питаюсь, что мною движет. От чего бы я успокоилась, от чего бы, другими словами, наелась душа моя. И я понимаю, мне хочется покушать с дерева познания добра и зла, где все можно увидеть, можно понять, разложить на доброе и плохое, где все можно потрогать, рассудить и успокоиться. Все у меня хорошо. Я, говорит, вспомнила, что мне надо питаться от дерева жизни, что Бог, который является этой жизнью, Он здесь же, со мной сейчас. Без Его воли ничего не может произойти. Я стала молиться Ему. И она говорит, и невероятный мир Божий пришел в мое сердце. Я уверен, что именно этих отношений ожидает от нас Бог. Когда мы будем насыщаться не за счет того, что все ясно и понятно, мы можем все проконтролировать и на что-то опереться в этой жизни, а когда мы можем опираться в любых обстоятельствах, доверяя, просто доверяя Богу, зная, что Он любит нас. Другая сестра, Софья, тоже наговорила мне интересную историю свою. И она говорит, что я училась водить машину. И когда я училась, мне было очень страшно. Я боялась, что что-то произойдет. И вот, говорит, сажусь я как-то очередной раз за руль, еду и молюсь. Примерно так. Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги! И вдруг, говорит, внутри меня слышу голос. Софья, а ты молишься сейчас? Что молится внутри тебя? Вера или страх? Это, говорит, как вспышка была просто у меня. Я как прозрела. Я вдруг осознала, что сейчас я молюсь, но молится не вера моя. То, что все под Божьим контролем. Молится страх мой. И я сейчас не о том говорю, что когда вам страшно, не надо молиться. Наоборот, надо молиться. Я не говорю о том, что когда трудно и непонятно, не надо молиться. Нет, надо молиться во всякое время. Но в тот момент Софья открылась. И когда она мне рассказывала, я просто напитался этим словом. Просто стал думать на самом деле, а что движет сейчас моей молитвой? Конечно же, сразу вспоминается послание Иакова, 5 глава. И здесь апостол Павел говорит и утверждает, и молитва веры исцелит болящего. Молитва веры исцелит болящего. Не молитва страха. Не молитва, когда сомнения, когда все переживания просто вот такие человеческие, когда просто желание выйти из этой проблемы. Молитва веры. Когда я выражаю в этой действенной молитве, о чем мы сегодня слышали, что молитва должна быть действенная. Когда я выражаю свою веру. Я говорю, Господь, я верю Тебе. Я доверяю Тебе эту ситуацию. Я не диктую Тебе, как должно быть сейчас в этой жизни. Я Тебе доверяю, как должно быть. И я ожидаю, что Ты самым лучшим образом решишь этот вопрос. Молитва веры. Это то, что впечатляет Бога. Это то, что притягивает, я думаю, Бога. Это то, чего Он хочет достигать в нас. Это молитва веры. Молитва доверия, которая действует любовью. Когда ты любишь Бога. Когда ты доверяешь Ему. Каждый свой вопрос. Это впечатляет Его по-настоящему. Не хватит мне времени, чтобы рассказать все примеры, которые хотелось бы сказать. Но один я все-таки еще приведу. Давид. Это другой прекрасный пример. Вы знаете, что про Давида Бог сказал, что это муж по сердцу его. То есть этот человек смог почувствовать сердце Бога. Не просто могущество Его. Не только то, что есть у Него. А он сумел почувствовать сердце Бога. И соединить свое сердце с Божьим сердцем. Я думаю, поэтому несмотря на те проблемы, несмотря на те простите, косяки, чтобы понятнее было с его стороны, со стороны Давида. все-таки Бог называл его мужем по сердцу своему. Послушайте, однажды в его жизни такая ситуация произошла. Он уже, видать, неплохо себя чувствовал и хотелось, наверное, чувствовать ему еще лучше себя. И он послал своего военачальника, чтобы тот обошел все пределы его царства и чтобы он доложил, сколько человек у меня в государстве. Я думаю, что Писание показывает так, что он хотел, по всей видимости, свою значимость как-то повысить, что он как-то хотел себя почувствовать, наверное, посильнее за счет этого, но Богу неугодно было это. Богу неугодно было, чтобы Давид чувствовал себя лучше и значимее от того, что он что-то имеет вокруг, от тех сил, которые Бог ему дал. И Бог вознегодовал на него, потому что в тот момент, по всей видимости, он терял сердце Давида. И если мы посмотрим по-человечески, скажем, что такое, человек решил посчитать, сколько человек в государстве, в чем проблема. Мы не понимаем эту проблему, а Бог видел, он сердце теряет того, кого так любит. И он в погоне за его сердцем, он решил все это остановить. Проблемы начались в этом государстве, и пришел пророк Гат к Давиду и стал его обличать. Вот ответ, который Давид сказал. Первая книга про Липоменон, 21 глава с 8 стиха. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал, пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе, или три года голод, или три месяца будешь преследуем неприятелями твоими, и меч врагов будет достигать до тебя, или три дня, слушайте, меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, поражающий истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду я в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его. Я думаю, если вы работаете со своими печатными изданиями Библии, то просто подчеркните это, как-то выделите эту веру, которая была у Давида, ибо весьма велико милосердие его. Только бы мне не впасть в руки человеческие. Да, мы не знаем порой, что можно ожидать от Бога. И то, что Бог здесь говорит, то, что от Него произойдет меч Господень, язва по всему государству, и ангел Божий, который будет истреблять все вокруг. мне кажется, там и трех дней не надо было бы. Там достаточно минуты одной, какого-то мгновения, чтобы просто истребить все. Давид, ты о чем? Подумай. Голод как-нибудь можно перетерпеть. Ну, три года, поголодаем немножко, лишимся чего-то. Пройдет даже три года, все нормально будет. Давид, подумай, хорошо, три месяца ты не из робкого десятка, три месяца враги тебя будут атаковать. Ты по жизни воюешь. Давид, в чем проблема? Это знакомая тема для тебя. Давай, три месяца повоюешь очередной раз и все пройдет. Ты о чем? Ты только подумай, о чем Бог говорит. Язва от него придет на все государство твое, меч от него придет, ангел, который будет все истреблять. Ты о чем, Давид? только Давид знает сердце Бога. Он не смотрит по-человечески. В тот момент, я думаю, сердце опять открывается для Бога. Он все это вспоминает, то, что с ним было уже. Он говорит, по прекраснейшим местам ты провел меня, Бог. Так много было проблем, с которыми я никогда бы не мог справиться. Ты допускал наказания в мою жизнь, какие-то неимоверные, но ты и исцелял, но ты и приходил на помощь, но ты и защищал. Лучше я впаду в твои руки, Господи, потому что я знаю, я знаю твое сердце. Ты не хочешь меня уничтожить, ты не хочешь меня даже наказывать, ты хочешь сердце мое вернуть. Вот оно, Господи, я только тебе доверяю с этого момента. Не отдавай меня ни в голод, ни в руки неприятеля, Господи, сделай то, что ты посчитаешь правильным в моей жизни, но только чтобы сердце мое с тобою было, только чтобы ты был в этом наказании, потому что велико милосердие твое, безграничное милосердие твое. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что мы можем сегодня доверять Богу полностью. Иов жил за две тысячи лет до Рождества Христова. Мы живем с вами спустя две тысячи лет после Рождества Христова. Иов верою смотрел, пророчески проповедовал и говорил о том, что придет Искупитель, который спасет его. Мы сегодня верою, но смотрим уже в прошлое. То, что уже произошло, то, что уже совершилось, это самая главная причина, по которой мы можем доверять Богу полностью. Эта причина звучит следующим образом. Бог доказывает нам свою любовь тем, что отдал Сына Своего за наши грехи. Бог доказывает тебе свою любовь тем, что отдал самое дорогое, что у Него было. У Него не было чего-то дороже. Фактически, это Его частичка. Он Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Фактически, это Его часть, это неразрывная часть. Ее вообще невозможно было бы отделить, но Он посвящает самого себя через Иисуса, Сына Своего, для того, чтобы мы прозрели, для того, чтобы мы поняли, но нет другого, кто бы любил нас больше. Нет больше любви, как та, которую принес нам Иисус Христос на эту землю. И сегодня Бог говорит, ты можешь мне доверять полностью. И это самая главная причина, по которой мы на самом деле можем Ему доверять. Вторая причина. Он не меняется. Я хочу вам сказать местописание Иакова, 1 глава, 17 стих, и там написано, что в Боге нет даже тени перемен. Тень, мы понимаем, что это ненастоящее, какой-то образ, да, от чего-то, который падает. Так вот, Бог говорит, даже тени, даже мысль, пусть к тебе не придет, что я могу передумать, я могу тебя разлюбить. Бог совершенный. И когда мы говорим, что Его любовь совершенная, вы знаете, совершенная, это то, к чему ты не можешь ни прибавить, ни отнять, чтобы сделать что-то лучше. Такой наш Бог. Он совершенный. Если Он сказал, ты не можешь туда ни прибавить что-то, ни отнять оттуда что-то, чтобы сделать что-то лучше, и Он сам это не делает и не может сделать, Он совершенный. Он возлюбил нас совершенной любовью. Он доказал нам свою любовь, и Он никогда не меняется. И это вторая причина, почему мы можем Ему доверять. И третья причина, которую вы можете увидеть в своем сердце. Точно так же, как Давид знал эту причину, у него была масса свидетельств в его жизни, почему он может полагаться полностью на Бога, хотя наказание выглядит достаточно страшно. У каждого из нас я верю, у каждого, кто уже прошел хотя бы небольшой путь с Богом, есть эти свидетельства. Я смотрю вокруг на людей, которые окружают меня, я понимаю, в чем живет сегодня этот мир, я знаю, чем я жил когда-то. Я вижу эту огромную разницу, которую Бог сделал. Бог сделал в моем сердце великую перемену. Я мыслю сегодня по-другому. Я готовлю себя к вечности. Я не переживаю сегодня о многих вещах, которые приводят в ужас многих людей на этой земле. Я знаю сегодня Бога, конечно, отчасти, конечно, чуть-чуть, но это такая привилегия, что Бог взял меня из этого мира, грязного, в грехах всего, и очистил, и оправдал, и предлагает мне разделить с Ним Его вечное царство. Апостол Павел говорит, нам нужно так думать, нам нужно так мыслить, нам нужно посвящать Богу свою жизнь полностью, безраздельно, зная, что Он любит нас, зная, что Он никогда не меняется, и зная, что есть множество свидетельств о том, где мы сегодня есть, что Бог сделал в нашей жизни, и есть с чем сравнить, чтобы было, если бы Бог не пришел в нашу жизнь, мы даже не представляем, что бы могло быть. Я не говорю о тех свидетельствах, об этом великом облаке свидетелей, которые там на небесах все хором поют, Божий, Господи, Агнец Божий, только Ты достоин принять и распоряжаться всем, что есть, и славой, и богатством, всеми жизнями, абсолютно всеми ресурсами, всем, Ты один достоин. Есть множество свидетелей на небесах, есть множество свидетелей на этой земле, и я, и ты, мы одни из свидетелей, которые знаем, что Богу можно доверять полностью. отрекаясь от всех страхов, не боясь ничего, если даже наказание от Него придет, пусть придет, потому что это благо для нас, претерпеть это наказание, пройти этот путь, измениться, и быть ближе к Нему, и знать Его еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok